С подпиской Тинькофф Про ты получаешь особый статус, повышенный доход по счетам и вкладам, бесплатное обслуживание карты Тинькофф Блэк и многое другое. Подключи подписку Тинькофф Про и получи первый месяц бесплатно. Этого парня звали Аквамен. Ходили легенды, что когда он появлялся на острове, кланы каким-то таинственным образом исчезали. И сегодня я расскажу вам подобную историю, основанную на реальных событиях. Гога, слушай, я тут потерял Томпсон, в ящиках его нет. Ты случайно его не видел? Да не, не видел. Посмотрю в другом ящике. О, ребята, а вы что, дома все еще? Ну, не обращайте внимания, я так ненадолго забежал, мне надо немного пофармить, я вот бур возьму. Все, пока. А куда пропали наши ресы? И вообще, кто это к нам заходил-то? Ты знаешь Аквамена? Гога, нас опять обворовали! История призрачного ограбления. А если бы вы хотели, чтобы ролики выходили чаще и интереснее, то надо поставить лайк прямо сейчас, а я начну свой рассказ с самого начала. В этот раз начало было очень странным. Судьба меня привела к этому большому дому. О, нифига себе, а куда он побежал? Там чел куда-то побежал. Конечно же, в моей голове появилась идея, что я смогу оттуда что-нибудь ёнькнуть. У них дом выглядит так, как будто можно наверх туда пристроиться без лестниц. Наверное, я так и сделаю. И вот спустя пару минуточек я фармлю камушком дерево в предвкушении полутать их ящички. Сюда. Сюда. Изи. Опа. Сюда. Опа. Пусто. Пусто. О-о-о-о-о. Это что за бред? Это что за бред? Что мне нафиг отсюда забирать? И куда мне это все складывать? У меня даже дома нет. Я понимал, что времени выбирать ресурсы у меня нет. Поэтому хватает то, чем можно было построить свою первую кибу. И сматываю отсюда побыстрее. Так, я скоро вернусь. Я скоро вернусь. Я не могу отсюда выбраться. Или могу? Надо быстрее. Надо быстрее. Надо быстрее бежать строить дом и возвращаться сюда воровать дальше. Вот только где построиться? Надо прям возле них где-то кибу ставить. Пробежав буквально 20 метров, я начинаю отстраивать свою кибитку. Мне было не важно, что у меня там не будет шкафа. Главное, я должен был успеть вернуться туда, чтобы облутать их еще раз. Быстрее, быстрее, ящики. Что это за бред? Этой же ночью я возвращаюсь к ним снова. Запрыгиваю к ним и попадаю в буферку. Откуда выбраться я уже не мог. Быстрее, 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 пожалуйста. Где я? Блин. Тут хозяин затопал. Я рядом. Я рядом. Может, они не заметят, что у них там дверь открыта? Блин, что-то я оттуда, по-моему, говно какое-то украл. Чтоб вы понимали, в этой спешке я даже не поставил шкаф. А когда я начал заниматься домом, возле меня бегали какие-то типы. Мне сейчас надо куда-нибудь шкаф хотя бы воткнуть. Но нифига не видно. И этот ящик мешает. Опа-на. Они еще мой дом ищут? Меня? Здесь? Нет. Кажется, они что-то заподозрили. В общем, я дождался, когда типы уйдут из-под моего дома и начал застраиваться. Но все это время в моей голове появлялся внутренний демон. Я понимал, что я украл не так много, как хотелось бы. Поэтому решаюсь вернуться к ним снова. Я надеюсь, они еще не закрыли ту дверь. Опа. Он с берданкой. Он где-то прям рядом. Я надеюсь, за мной он не пошел. В такой момент у меня просто перехватило дыхание. Все это время я молчал и слушал каждый звук. Сейчас я думал, что тот берданчик, который будет по мне стрелять, побежит по моим стопам и просто меня убьет. Но, к счастью, он не стал этого делать. Он не увидел, куда я пробежал. И тут я замечаю его в окне. Он бежит домой. Я не знал, что меня ждет. Поэтому забился в угол и начал ждать. Он что, не понял, что я к ним на дом запрыгнул? И в какой-то момент я слышу этот прекрасный звук. И я решаюсь идти на риски. Вы просто и представить себе не можете, какое напряжение в этот момент я переживал. Чуваки. Чуваки, я свой. Дайте что-нибудь. Дайте оружие. Я хочу всех убить. Я хочу убежать. Дайте оружие. Короче. Кто куда? А я пошел отсюда. Что это за бред? Что это за бред? Они не знают, что я не свой. Что это за бред? Я домой. Я домой принесу. Я принесу домой. А потом будем делать грязь дальше. Я домой. Я домой. Что это такое нафиг? Сколько их в зеленки нафиг? Сколько их в зеленки? Я не понимаю. Сколько? Так. Заход номер три. О, а это тут кто вообще? У них опять дверь открыта. Они что? Вообще на ошибках не учатся? Открылась дверь. Может он еще раз откроет? Походу меня спалили. Ты как сюда попал? Ты как сюда попал? Я тут живу. Братан, заходи. На самом деле, когда они добавили меня в команду, я подумал, что вот оно. Я внедрился. Вот до этого момента. Блин, за что? Но сейчас начинается игра разумов. Они меня добавили в команду не просто так. Они хотели понять, куда пропали их ресурсики и куда я их утащил. Понимая это, я начинаю петлять кругами подальше от своего домика, чтобы они не понимали, что я живу рядом с ними. Он за мной идет. Он, наверное, мой дом хочет зачекать, да? За мной бежит сейчас. Ха-ха-ха-ха, просто гений. Петляем нафиг отсюда. Меня кикнули. Но не страшно, я пулемет украл. Это что за жесть? Они думали, что они самые умные. Но папа Чиза так просто не переиграть. Теперь я могу келяться и спавниться дома, зная, что они на карте не видят, где я нахожусь. Триста, триста, триста. Изи. Сейчас улучшу. Хотя бы так. Все, теперь не страшно. Теперь не страшно. На этот раз, зная, что меня раскрыли, я крафчу себе Иоку. И снова возвращаюсь к ним, в надежде, что они снова меня запустят. Тут еще шкафы у них полуоткрытые, странно. Я нашел еще один у них проход. Тут, ту-ду, 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 ту-ду. Я опять в них внутри. Что это за бред? Тут серый куча. Тут серый куча. Откройте дверь, пожалуйста, кто-нибудь. Я хочу выйти. Остановите этот бит, Вите надо выйти. Трезво оценив ситуацию, я понимаю, что отсюда меня просто так не выпустят. Выдолбиться мне нечем. И именно в такие моменты мой мозг начинает работать на тысячу процентов. Да, все, все. Можно я, можно я? Да не убивай, не убивай. Да не надо, не надо. Я тут лутный. Ну зачем ты на лидоруб напрыгнул? Я хотел промахнуться в дверь. Что делать? Что делать в такой ситуации? Я у них в доме. Так. У меня еще есть один шанс. Надеюсь, он не напрыгнет на лидоруб. Короче, мой план заключался в том, чтобы кинуть в эту дверь что-нибудь из оружия. Чтобы он попытался схватить и убить меня. Но вместо этого он начал заглядывать в пустые ящики, в которых оружия точно не было. То есть, в принципе, вариантов убить у него меня не было. Ой. Не нашел, да, ничего? Ха-ха. Ну ладно, так уж и быть. Лови меч. Он открыл дверь. Он мне дверь открыл. Но это не та дверь. Мне нужна была другая дверь. Я немного прогадал с дверью, ведь я заходил с другой стороны. Но все равно шанс выбраться у меня отсюда был. Тут даже выдолбиться не о чем теперь. Но вы меня знаете. Я парень рисковый. Я принимаю решение выкинуть всю серу в окно, чтобы кельнуться и прибежать с другой стороны. В надежде, что ее никто не заметит. Я знаю, что надо делать. Ну, вряд ли я туда успею добежать. Пофиг на этот пулемет. Он зашел домой, что ли, с лесами? Он не нашел леса. Он не нашел леса. Я ухожу с серой нафиг. Он не нашел леса. Это что, боты какие-то? Или что это нафиг? Что это? Кто это такие? У меня ящик серый во мне. Во мне сейчас ящик серый. Пожалуйста, домой. Домой! Я занес! Так, все. Этот дом нельзя палить. Нельзя палить этот дом. Этот дом нельзя палить. Этот дом палить нельзя. Я келяюсь. Келяюсь и иду строить новый дом. Зарейдили. Тут очень, очень страшно. Но у меня есть гаражка для сейва. А серого у них дома уже нет. Потому что все я утащил. Я ее все утащил. Я ее все засейвил. Серого у них больше дома нет. У меня есть время построить новый дом. Ну, блин, меня волк съел. Волк, за что ты так со мной? Ну, волчары, ну что я тебе сделал? Да все, иди давай, сваливай отсюда. И так забрал всю серу. Они ливнули. Он ливнул. Один ливнул. Один ливнул, ливнул, ливнул. Они двери ставят. Потом, стоя у себя в доме, я услышал разговор. И мне показалось, что это были те ребята, которых я ограбил. Кути Малой сказал, что он с девяностыми в клаве. Там что-то происходит. Они подо мной что ли где-то живут? Ага. Угу. Пришел кемкет сразу же. Вас сегодня не будет. Я всю ночь играть буду, я вынесу вас. Не спи нахуй сегодня ночью. Во-первых, что-то грубо. А во-вторых, о чем они вообще говорят? Честно говоря, я не понимал вообще, о чем идет речь. И почему настолько сильно у них горело на меня? Но я решил выяснить. Я тебя зарейжу. Я тебя за шкафы. Я тебя дом зарунил весь. Я тебя все зарунил. Ты ливнишь. Как же у них горит, это вообще жесть. Какие шкафы, я даже не знаю, о чем он говорит мне. Блин, если у них так горит на шкафы, может еще им пару поставить? Если честно, я не понимал его агрессию, ведь к ним я вовсе не подходил. Я играл на этом сервере буквально 20 минут. И за это время, чтоб вы понимали, я ни разу ему ничего не сказал. Поэтому, прежде чем над ними жестко глумиться в дальнейшем, я решил включить дипломатического папачизы. И узнать, о ком идет речь. А ты о чем, ты о чем, ты вообще, ты кому говоришь, я бомж, я только заспавнился? Алло. Я вот... Ай, ты что дерешься, мужик? Нормально же общались? Че сразу бить-то? Ну, вдруг ты из клана их него. Да из какого клана? Я говорю, что я только заспавнился. Я вот тут рядом просто появился, понимаешь? А где ты живешь? Где ты живешь? Я только заспавнился, у меня дома нет. Я только появился, я просто услышал то, что вы в доме говорите. Ты живешь, ты рядом живешь. Почему-то все это время я надеялся, что он забьет меня этим молотком. И тогда бы я ему строил уже ришку. Но он оказался добряком. Все, что у меня есть, это вот червяк с этого, с речки. А кто вас достает-то? Типы на речке. Вас типы на речке достают? Да. Реально? Я их продипал, мужик. Я их продипал только что. Конечно. Ты мне не... Ну, можешь не верить, как бы, это твои проблемы. Но я реально их продипал. Да не то, что ты подстреливаешь, а первый шкаф, а второй шкаф. Они нам поставили, и потом кланам, блин, бомжей пришли, нам выдал белье эти. Я ничего не смог сделать. В то время, когда мы общались, за нами еще и кто-то подглядывал. Странные дела происходили на этом сервере. Да. Короче говоря, сейчас я мог выдохнуть. Я понимал, что соседи снизу, это не альянс с этими ребятами. А как говорится, враг моего врага, мой друг. Это мои пристройки, если еще. Вот, видишь, он уже ливнул. Вот, да. Они тут строились, я его убил, короче, с питона. В итоге, берданку не успел засовить, у них тут клан сразу пришел, четверо, типа. Но они очень сильно расстроились. Немного с ним заобщавшись, я понял, что ему можно довериться. Тем более, он скинул мне немного ресурсов, чтобы я построил свой первый дом. Ведь он не знал, что домик у меня рядышком стоит. Ну ладно, раз ты такой добрый, пойдем, я тебе просто покажу, что я украл. Чтоб ты верил мне. Да, показывать такие ресурсы первому встречному, тем более, который жил возле меня, это рисковое дело. Но я рисковый парень. Вот ты сейчас просто офигеешь, смотри. А ты думал, я тебя обманываю? Да, тебе ты. Это все с их дома, чтоб ты понимал. Это до хрена, царый. Только чш, ты если что, ничего не видел, потому что, ну, ты сам понимаешь, что мы живем рядом с плохими людьми. Если что-то надо будет, как бы, я могу подогнать без проблем. О, нифига себе, у вас тут реально деревня какая-то была. Как вы видите, я доверился ему не зря. Зато у меня появились хорошие соседи, которые в случае рейда могли бы мне помочь. Тем же временем, на камушек, который он мне скинул, я обустроил свой домик. Хорошие соседи, это хорошо. После чего, когда я застраивался, я обнаружил, что мне мешает шкаф, который стоит снизу. Поэтому мы сразу решили его выдолбить. Хорошо. Все, теперь шкаф не мешает. Я, конечно, такой себе архитектор, но вроде как смог придумать, как грамотно обустроить этот дом. Теперь я был спокоен, что меня никто не зарейдит за две сишки. А пока клановые игроки сладко спали, мы разбивали их шкафы, чтобы поставить туда свои. Тэшку. А, у них ничего не было. Хорошо, что возле нас много спавнилось каменных камней. И никто не догадается. И никто не поймет. Все, я им поставил пару шкафчиков. И застрял. Черный переход. Камушки, камушки, надо пофармить, чтобы мой домик немного укрепить. Ох, ребята, дальше случится то, чего я точно не ожидал. Укрепляю я, значит, свой домик и слышу знакомый голосок. Поначалу я не понял, кто это. Но когда он подошел поближе, я замечаю его ник. Я вот не знаю, узнаете ли вы его. Но если вы фанат клана Бизизи, то вы, наверное, его вспомните. Это тот самый Иксфайр, который был в иностранном клане и мог разговаривать на русском языке. На самом деле, я был просто шокирован. Я встретил своего старого друга. Аквамен. Супермен, Супермен. Аквамен. Как ты здесь оказался? Не знаю, просто афокастел кушал котлетку. Вот так, благодаря его котлетке, мы встретились друг с другом. Спустя три года. Запусти в дом, а то сейчас меня тут убьют. Заходи, заходи. Ой, блядь, бис, хопа. Все, ты теперь у меня в заложниках, я тут постою, афка немного. В итоге, мое немного затянулось на 30 минут, и когда я вернулся, Иксфайр уже кельнулся и построил неподалеку от меня домик. А че, ты че, играть разучился? Да, я тоже давно не играл. Какими тебя судьбами вообще в раз занесло? Ты помнишь те великие моменты с Тармаком, как мы дрались с ними всеми? Да, я видел, кстати, он захотел недавно в раз. Ну что, дедушка, пойдем, я тебе дверь поставлю. Четыре, как ставить? Вот так, да. Во! Теперь замочек мне повесить. Вот, смотри, ты пират теперь. Потом пират Иксфайр отправился искать новый кораблик, а я увидел клановую базу, на которую можно было в теории спокойно попасть, и что-нибудь там прибрать к своим рукам. Почему тут... Нет, отсюда можно выпрыгнуть. Блин, а у этих пацанов такой же дом, как... который одипнул. О, у них тут одна сторона гниет. Центровина у них не гнила, и у них внутри стояли заряженные турели. Это означало то, что у них по-любому там что-то есть. Ловить мне было здесь уже нечего, я отправляюсь заниматься своими делами. Ведь впереди меня ждало очень много дел. Пират Иксфайр наконец-то пригнал сюда большой буксир, и мы могли на нем уже колесить по всей карте. А тут авторизовываться не надо, что ли, в шкафу? А куда она пропала? Кит ему дал. Убил! Катались мы на этой лодке днями и ночами. Это было действительно атмосферным. Тем более на нас стабильно кто-то нападал. И в моменте мы случайно попадаем не на свою территорию, на клан 90С. Ну а дальше вы же понимаете, что случилось с нашей лодкой, не так ли? Он меня взорвал. Иксфайр после этого немного расстроился и отошел, а я отправился фармить скраб. Ой, где мне сейчас взять столько компонентов, чтобы все поизучать? О, у них там какая-то сумка лежит. Ой, как хочется мне пощупать их лут. В лабу, наверное, даже смысла нет спускаться. Но если нет смысла спускаться в лабу, то всегда есть смысл полутать тех, кто лутает лабу. Ха, ты чё это за мной тут следишь, жулик? Иди сюда нафиг! Это чё, новый корабль лабу лутает? Я не понял. Во-первых, у типов тут металл-дверь. А во-вторых, они-то по-любому вернутся. Кажется, они приплыли. И кажется, они знают, что я тут сижу. Чё ты тут со своим тесаком смотришь на меня? Понял. Понял, они знают, что я здесь. Вопросов не имею. Ну ладно. Я сейчас вернусь. Но уже не с двушкой. Блин, они чё, уплыли уже на своём катере? Пойду тогда лабу лутать, а чё мне ещё остаётся? Там, походу, кто-то уплывает с лабы. Минус один. Ааа, you're dead! You're dead! You're dead! Минус два. Оооо, что вы со мной делаете, маленькие вы мои фармеры? Вы что, лутали это всё для меня? Устал? Ты чё? Ой, господи, боже мой, чувак! Опа. Ещё один подводный лутатель. Ну я здесь аквамен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Да уж, сегодня был слишком удачный день. Теперь у меня появились ресурсики, чтобы я мог укрепить защиту и, наконец-то, поставить второй верстак. Да уж, спасибо большое моим соседям, которые поделились со мной гаражками. Я им очень-очень благодарен. Так, мне скраб нужен на что? Правильно. Мне нужно изучить много чего. Ну только хилку я не изучу, это беда, конечно. А ещё на этом же острове я смог найти себе новых друзей. И в основном это были добрые аборигенчики, которые дальше копья и двушки развиться ещё не смогли. Добавь вот этих двоих в пати, они хотят рядом построиться. Вот этих двоих? Да, они рядом хотят построиться. Так, первый. Невайт. Второй. Слушай, а это... Аква, у тебя что по изучению там? Берда изучила у тебя? Берда. Берда. Понял, но я пока не научился крафтить, у меня сейчас скажу, что изучено. У меня только помп, но скоро пэшка изучу. Скоро пэшку изучу и смогу скрафтить, я думаю. У меня... О, хороший тебе второй версий. Очередной раз я отправляюсь в сторону лаборатории, ведь думал, что там никого нет. Но там уже сидел целый клан. Тяжело. Короче, где мой маленький и очень верный друг? Иди сюда. Сейчас мы с тобой будем что-то делать с этими жителями лаборатории. О, так они сюда на корабле прибыли. Хорошо. Нифига себе! Это куда я попал? Это что? Это что такое нафиг? Это что, клановый дом? Сколько нафиг вас здесь? Готовь каут! Чуваки, у вас что-то как-то тут Слишком много, вам не кажется? Я свое налутал Я пошел отсюда, ребят Мне пофиг, я пошел Мне пофиг, я пошел Что это за склад типов был Бесконечного реза, я не понял Для меня было очевидно, что эти ребята Будут в лабе сидеть очень-очень долго А это означало, что их передвижной дом Станет хорошим складом компонентов И им не повезло, ведь у меня было две сачели Одну из которых я решил переработать Чтобы изучить бобовку И вернуться к ним еще разочек У меня шприца ни одного нет, да? Но без шприцов там делать нечего Еще минут 10 мне пришлось потратить На то, чтобы все переплавить и накрафтить Кстати, благодаря моему соседу У меня наконец-то появились шприцы Лимпирун Вилзон Да Спасибо И именно вместе с ним Мы собирались захватить их корабль Ты не представляешь, что я сейчас буду делать Но это будет жесть Короче, авантюра такая Смотри У типов корабль на воде стоит Я только что приплыл Их всех поубивал там Ну я видел, да Там 12 Чтоб ты понимал 12 нафиг кроватей внутри Там 12 человек сейчас внутри Ты представляешь? Ты хочешь туда пойти? Я их только что убил Я хочу их сейчас зарейдить Да, мой план был максимально рабочий Че там? Всего лишь 12 человек против двоих Но Кто не рискует Тот не делает контент Я не знаю, что сейчас там будет Но там будет очень жарко Ой, там жаришка будет Жаришка Близко к двери не подходи Они вот с лестниц будут сейчас прыгать По лестницам По лестницам По лестницам Убил Еще Справа Он тут в воде Он тут в воде И справа один Кантри просто Убил Убил, убил Кантри, кантри Не останавливайся Просто кантри Плывут, плывут сюда Ой-ёй-ёй-ёй Кантри, кантри, кантри Иди лутай, иди лутай Иди лутай Я кантру Иди лутай Отойди Ой-ёй-ёй-ёй Похилился Вот еще шприцы лежат Лутай шприцы Встал Тут двое с гарпунами Просто плывем прямо туда И потом уплываем Готов? Поплыли Братишка, задержи их Пока Прощай, брат Я буду тебя помнить Благодаря тебе я смог утащить эту рыбу, которую они нафармили Прощай Знаете, это много скрапа Вот эти вот акулы Это очень много скрапа Наконец-то я нормальное оружие изучаю И не буду бегать с берданкой Вот сейчас можно туда и с Томиком сходить Я решаюсь вернуться к этим ребятам Чтобы обворовать их полностью Но замечая то, что они улетают оттуда на коптере Скорее всего, они перевозили весь основной лут А я походу знаю, куда он летит Он летит на перераб Как только я забираюсь на маяк Коптер улетает домой Скорее всего, ему передали инфуту Что я поднялся к ним И тогда я решаюсь на еще один штурм их лодки Уээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я без КП нахрен плывел. Я поплыл. Ха-ха-ха-ха-ха! Что я только что сделал? Это бред нафиг! Как мне теперь типов в воде искать? Мне повезло, что за мной выдвинулся Олимпий и подобрал меня на лодке. А в этот же момент эти клановые игроки выпустили два коптера, чтобы догнать меня и перехватить. Но я бы уже возле рыбацкой деревни. Ой-ой-ой. Я в рыбацкую, короче, поплыл. Плыви тоже, сейву. Хоть эти ребята и молчали, но чувствовалось даже через экран, как у них припекало. И они явно хотели мне отомстить. Но сейчас у меня были другие планы. Как минимум, я хотел продать их рыбку, которую они наловили. Так, сколько и того я скраба у них украл? Шестьсот. Неплохо. Девятьсот? Отлично. Ну-ка, а синяя карта будет? Синяя карта? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ай, блин, это кайф! А весь скраб, который у меня появился, я полностью потратил на изучение. Как-то раз я отправился в сторону порта, чтобы найти еще один кораблик. Но по пути заметил огромную территорию. Офигеть, тут территории кайфовые. Блин, ну с ними явно что-то надо делать. А чтобы попасть на порт, мне нужно было пересечь границу этой воды. Но по мне начали стрелять. Тони, 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 тони! Офигеть, тут жесть вообще происходит. Что это такое? Китаец какой-то меня с кибитки нафиг убил. Да, на удивление, этот калашист жил в этом маленьком домике. И именно поэтому я взял против него секретное оружие, в надежде подлутать, когда он выйдет из двери еще разочек. Ладно, у меня есть двушка на случай важных переговоров. Я думаю, тут будет очень весело. You're f***ing dog, s***, gamer! It's me, it's me, он говорит. It's me, it's me, it's me, it's me! It's me! You kill me! You kill me, man! I want to give away this bass, I want to give away this bass to players, and then you're doing this. You killed me! You were the guy with the Thompson? Pick me up, pick me up! Let me check the body on the water. Yes, it's me, you kill me! That's true, I'm sorry. When I'm fighting with four guys. Why you have voice changer? Your voice changer? Because I need this, yes. Come inside airlock, one second, I promise I will just give you some s***. Я, конечно, не доверял тому парню, но знал, что если он меня обманет, я его зарежу. I promise you, come, you get AK, come. I will unlock. What? Are you sure? I'm trying to give this bass away already for, I think, like, can you get DC quickly and he looks like I can unlock Frontor? I can give you password from this bass. I want to unlock Frontor. I can give you password from this bass, because... No, 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 I'm going offline. No problem. Oh my god. I'm going EU long. Yeah, I have 9k hours, I was f***ing these guys all the time. And now I'm just on the roof camp only, so I don't want to play here. Этот дружелюбный парень мне рассказал то, что его соседи постоянно его доставали, стреляя по нему с вышки. It's okay? It's a roof camp. It's 290. You're so bad, bro. И мне было очевидно, что его соседи хотят зарейдить. Поэтому я добавил небольшую бутерку. И согласился принять этот домик, но при условии, что этот парень вернется. Поэтому этому пареньку я даже дал в записке пароль. Теперь я был обязан засейвить его ресурсы. И как только мой новый друг покинул этот сервер, эти китайцы пришли ко мне. Мне казалось, что дело пахнет рейдом, поэтому я тратил все ресурсики в дом. В какой-то момент я подумал, что эти ребята будут вести себя нормально. Но нет, они продолжали стрелять с крыши. Капец, у них пинг большой. И вот сейчас я мог быть спокойным, потому что домик у меня был улучшен. На часах было где-то 3 часа утра. Я отправляюсь в подводную лабораторию, чтобы подлутать немного скрапа и наконец-то поизучать третий верстачок. Сюда. Так, надеюсь, тут калаш какой-нибудь найти. ПНВ, спасибо. Гаражка, спасибо. Ну ладно, хотя бы гаражка. И в какой-то момент я слышу взрывы ракет. То не меня рейдят. Услышав еще один взрыв, я проверяю по карте, где находится мой дом. Я просыпаюсь с тряской в экране и понимаю, что рейдят все-таки меня. Но сказать честно, к такому меня жизнь еще не готовила. Мой бункер не был предназначен для того, чтобы дефаться. Да и я не знал, сколько они уже пробили, поэтому мне оставалось только застроиться. Я появляюсь в домике моего нового знакомого, хватаю калаш и решаюсь попытаться отбить свою базу. Ведь у меня еще были небольшие шансы. Троих вижу. А, нифига себе! Они на кровати приехали! У них там спавн бесконечный! А как они узнали, что я тут живу? Я не знаю, как с ними бороться. Один минус. Я не знаю, как с ними бороться сейчас. И чтобы вы понимали весь абсурд данной ситуации, меня рейдило 12 человек, тот самый клан, чью лодку я трижды обворовал. Понимая, что выхода у меня нет, я начинаю жестко их троллить. О, можно было спокойно его убить. Когда потеря дома неизбежна, нужно делать все, чтобы они потратили как можно больше ресурсов и не окупились. Тут нереально выжить. У стены остается 200 хп, и я каким-то чудом умудряюсь ее починить. Есть! Есть! Еще половина хп сюда! Омега лол! Омега лол! You're so f***ing bad! You're so f***ing bad! У меня есть еще время. Но немного. Я снова пытаюсь добежать со своего другого дома и поставить гаражку. Но, к сожалению, их оказывается слишком много, и они контрят все подходы. Как больно смотреть за тем, как хп становится все меньше и меньше. Меня здесь нет. Может, они не увидят меня в дырке? Ха-ха! НЕТ! План постройки! Я спрятался. Они меня не найдут. Пожалуйста, не делайте этого! Блин, им есть чем-то рейдить. Что ты хочешь из моего бейса, мэн? Почему ты рейдишь асоло-геймера? Потому что я тебя убил 20 раз? 20 пипоу рейдинг соло-геймера. О май гад, you're so good! И вот наступает ночь. Я открываю гаражку, выбегаю и застраиваюсь, полностью хватаю все свои ресурсы, сейв... Ага. Это другой сюжет. Если вы думали, что это закончится хэппи-эндом, то вы очень сильно ошибались. Я пошел. Чтоб вы понимали, когда они меня рейдили, они приехали сюда на своем катере, где стояло 13 кроватей. И кто-то его затопил. И я видел, что они постоянно оттуда выплывали. Скорее всего, они переносили оттуда ресурсы. Поэтому я решил попытаться их словить. Да уж, но догнать типа с ластами мне не удалось. Но за меня это сделал лимперун, который ждал его уже на пляжике. Чего? Слышь? Откуда у тебя топ-сет? Ты что, убил кого-то? Да. Вот так что, с топиком. Офигеть ты, красавчик! Я предлагаю это вообще сейвить тебе домой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, я ему лучше потом верну, чем все отдадим сейчас. Да уж. В этот день я остался зарейжен, но не сломлен. Тем более, с них мы выбили три калаша и целых два топ-сета. Все, что они у меня забрали, это ресурсы, которые я украл с дома своих соседей. Но даже те ресурсы были не все, потому что половину я отнес в другой домик. Но даже в новом доме я не чувствовал себя в безопасности, потому что понимал, что китайцы точат на него зуб. Поэтому я хватаю все основные ресурсы, и чтобы на следующий день не остаться бомжарой, сейвлю их в кубик, который находится в лесу. И вот после того, как я все застроил, я мог спокойно отправляться спать, зная, что мне терять уже нечего. Таким образом, пала моя первая крепость. Честно говоря, для меня остается загадкой, откуда эти ребята знали, где я живу. Но, возможно, один из них все-таки проследил после того, как я взорвал их лодку. Новый день. 30 часов ада. Ой, как удивительно... Китайцы зарейдили. Интересно, они окупились? О-о-о. А нычку-то мою никто не тронул. На самом деле, было неудивительно, что китайцы зарейдят тот домик, который мне подарили. И сейчас я вам покажу основную причину этого рейда. Фух, живем. Блин, есть одна идейка, но у меня, походу, дерева нет. Мне надо как-то быстро пробежать и шкаф им воткнуть туда. Короче говоря, я очень много с ними стрелялся и расставил им побольше шкафов, чтобы они понимали, что безнаказанными они явно не останутся. Я, конечно, пытался штурмовать их территорию, но, к сожалению, ничего сделать у меня тогда не получилось. Он меня убил, полутай. И вот именно после этих действий я и решился построить тот секретный кубик, который они не нашли. Вернемся в наше время. За эту ночь появилось много различных изменений. Например, те соседи, у которых я украл ресурсы, немного увеличили свой дом в размерах. О, типы продолжают... играть. Но это было только мне на руку, потому что все мультишкафы, которые у них стояли, я застроил и зарейдил. Теперь они не могли огородить свою территорию. Все, что им оставалось сделать, это расширять дом прямиком наверх. А клановая база, по которой я лазил тогда и думал, что ее надо зарейдить, потихоньку начала гнить. И, пошарившись немного на территории, я заметил, что там действительно есть какой-то лут. А так как я был совсем бомжарой, мне этот лут явно был нужен. А если увидеть количество сумочек, которые лежали наверху, можно понять, что я ждал, пока этот домик сгниет не один. К нам частенько приходили те ребята с речки. И мы сообща с Фанни Монки и смогли с ними разобраться. Ну и чтобы перенести ресурсы, мне наконец-то нужно было поставить небольшую кибитку. И решился я это сделать прям на воде. Да, знал бы я, какая это будет большая-большая ошибка. Этот день будет настолько странный, что просто его не описать словами. Но в ближайшем будущем вы сами все увидите и познаете истинную боль Растера. Но пока добряшок Демас не подозревал, какие трудности его ждут и спокойненько фармил деревца. Сейчас моя главная задача была восстановить экономику, построить большой дом и наконец-то изучить ракету. А начинать мне нужно было практически с самого нуля. И дабы не затягивать свое повествование, я вам покажу основные моменты. Дерево на землю, на землю дерева. Ну ладно, я тебя поднимаю, не бойся. Сюда, третий верстак. Все. И можно жить. Ой, я нашел твоего дружбана. Да, это мой друг. Познакомься. Смотри, как он красивый. Смотри, он улыбается даже, он рад нас видеть. Ну-ка, стой, дай. Посвяти, посвяти, пятачок поглажем. Стой, стой, сейчас с вами пятачок поглажем. О, я ему глажу пятачок, смотри. О, какой сладкий, хороший ты, да? Нравится тебе, а? Ой, ты мой сладенький, смотри. Я ему чухаю этот, подбородочек чухаю, слышишь, ему нравится, смотри. Хрюкает. Может, бы его за мной собраться. Я знаю, чем надо заниматься в этой игре. О, смотри, я ему ушко почесал. Мы назовем его Мистер Пиги. Мистер Пиги. Пока, Мистер Пиги. Блин, я бы на твоем месте сейчас отстрелку сделал на доме. Пофармил бы. Потому что меня рейдить придут, типы. Акать толпой. И там уже без шансов будет. Я прошел на дорогу, не пойдешь? В теории, турель же должна стрелять, да? Меня рейдят. Ёкарные, блин, бабаи. Это ГГ. А как с ними воевать? Я не знаю, как вообще, что делать в такой ситуации сложной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче говоря, я понял одну большую ошибку. Это строится на воде, когда есть у типов катер, на котором они бесконечно спавнятся. И вы можете задать вопрос, кто меня зарейдил. А зарейдили меня китайцы вот с этой территории. Сейчас я был сломлен и не знал, что мне делать в дальнейшем. Но Иксфайер меня решил приютить в свой домик. Я устал. Начинать с нуля. Первым делом я побежал доставать моих любимых соседей, которые как раз таки были уже в онлайне. Какой же у них дом говна, я просто в шоке. Может у них все открыто опять? Да вроде закрыто. И судя по этому макету, они явно готовились отстроить что-то очень большое и глобальное. Мне нужно было найти взрывчатку, чтобы их опередить. Удивительный дом. Я правильно понял, что лут у них вот здесь? Блин, им повезло то, что у меня нет сочелей. Откроет он дверь или не откроет? Вот в чем вопрос. Мне кажется, он не откроет дверь. На этот раз они были уже обучены, и открывать дверь они снизу не стали. Они обошли с другой стороны и зафигачили меня толпой. Как же они меня боятся, это жесть какая-то. Ну а я продолжал наблюдать за соседним домом, который потихоньку подгнивал. О, там ящики какие-то появились новые. Честно говоря, здесь побывал практически каждый второй бомж, который заспавнился неподалеку. И найти здесь что-то ценное я в принципе не рассчитывал. Но по названию заголовка вы наверное уже догадались, что именно здесь и ждет меня подарок судьбы. а ю 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 Опа, беда, 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 беда. Как мне теперь домой пройти? Почему он не может убить типов в топ-сете, а бомжи убивают? Когда он меня убил в вспышке, я подумал, что все. Я потерял все, что я нашел. Но сегодня удача была на моей стороне. Ты не представляешь, что я домой принес. Ты не представляешь, что я домой принес. Очень много всего, брат. Очень много всего. Понимая, что там все-таки остался какой-то драгоценный лут, я беру с собой лимпи, и мы отправляемся снова туда. И что произойдет дальше, не описать словами. Чувак, сломай ящик, пожалуйста. Все, нормас. Иди сюда. Да, блин. Пожалуйста. Что-нибудь хорошее тут. Чувак, 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 чувак. Не ломай, не ломай. Пошли за мной, за мной. Долутывай, долутывай. Долутывай быстрее. И в пати зайди, в пати зайди. Пойдем, пойдем, пойдем отсюда. Пойдем, пойдем. Господи, боже мой. Это карма? Это за те два дня, что я страдал? Спасибо. Ну ладно. Надо вокруг побегать. Ищи еще вокруг, бегай. Мы можем просто по-тихому дождаться, пока сгнет. Потом мы с моим другом поднялись на самый-самый вверх, где стояли турели, которые всех убивали. Но, к сожалению, ценного лута мы там не нашли. Зато там оставались некоторые лутовые, которые были еще закрыты. Я вообще сюда за кирочкой шел. Потом я пробежался вокруг и понял, что у них еще есть одна такая же секретная лутовая, которую мы могли вскрыть мачетами. Там оставалось всего лишь 20 хп. Оооо! Следующий, следующий, следующий. Нифига себе! Лутай, лутай, лутай! А я лучше металла заберу. Это был действительно подарок судьбы, который мы разделили вместе с нашими ребятами. Теперь у меня наконец-то появились ракеты, которыми я мог зарейдить моих соседей. Но сейвить такое в этом маленьком домике было опасно. Поэтому я решаюсь построить неподалеку свой мейн. Ха-ха-ха-ха! Сколько тут МВК нафиг! Я думаю, надо этот дом хотя бы в металл сейчас улучшить. Пофиг. Я не знаю, что произошло с тем кланом. И почему они с такими ресурсами просто ливнули? Ведь это был всего лишь третий день вайпа. Удивительно. Но эти ресурсы я решил вбахать в свой новенький дом, который бы точно не зарейдили за 20 ракет. Не, это будет фулл-буферка. Такой будет у меня дом. Вот это будет фулл-буферка. Возле меня стояли большие кланы. Да и тем более китайцы точили на меня зуб. Поэтому я поставил две МВК-буферки. Ну все, удачи всем, кто захочет меня зарейдить. Нет, это правда откуда-то шоколинка. Я дом залутал. Нычку-нычку какую-то нашел клановую. Вот ее и подлутал. Мне бы так же залутаться. Чтоб вы понимали, все те действия, которые произошли, я пережил за полтора дня. И это был только третий день вайпа. Мда. Что меня впереди ждало, не описать словами. Ну а пока я вовсю наслаждался строительством и тратил ресурсы. Ну вот сейчас, чтоб меня зарейдить, они потратят ракет 40 минимум. Ну че-то меня просто так дважды пронесли, поэтому не показатель, будут они просто так рейдить или нет. И попутно я перерабатывал все компоненты, которые у меня были. Ведь в доме у меня не было верстака, а это надо было исправлять. Офигеть, у 90-х домина стоит гигантская. В это же время начали убивать моего соседа, и он попросил моей помощи. Его попытались продипать клановые игроки, у которых я украл ресурсы в начале вайпа. Он умер. Он умер. Он умер, если че. Все. И так как у меня появились ракеты, я наконец-то мог зарейдить домик на речке. Тем более, я знал, где находится его слабое место. Я-то теперь знаю, куда примерно их рейдить. Я заходил сюда, туда, и вот тут шкаф. Вот сюда надо бурить. Да. О, тут все открыто? Тут все открыто, нафиг. И шкаф открыт. Как туда мне... О, нифига. А, на центре можно было. Вот это уровень. Что, компонентов ноль? Сюда нафиг, к папочке. Блин, я не хочу их полностью руинить. Как это? Тут есть берданка у них хоть одна? Угу, ну шкаф не облутать, да? Да Конечно можно постараться, если захотеть Они все равно сюда гаражки планировали ставить, правильно? Я немного подзастроил этот домик, ведь в планах у меня было кое-что реализовать Но для этого нужно было поработать кирочкой Тем более впереди меня ждал мой самый любимый контент Блин, а бура тут ни у кого что ли нету? Как такое могло произойти? Ну тут есть кирочки Ну, значит чилл контент намечается Блин, я надеюсь не надо будет долбить, но такое может быть Если это так, то это очень грустно А такое может быть в теории Нет, не может О, было, было, было Да уж, не это я рассчитывал увидеть в шкафчике Но тем не менее, у меня была идея, что я могу хитрого здесь провернуть Например, я мог поставить у них здесь спальник Полностью застроить все как было И дождаться, когда же они появятся в сети Чтобы потом начать их жестко троллить Все, топ И как они догадаются, что я не свой Если они зайдут Главное сейчас отремонтировать все как было сделать Чуть-чуть, правда, компонентов украсть у них Блин, а чтобы я шкаф поставить, там нужно сейчас душу дьяволу продать Чтоб вы понимали, прежде чем мне поставить шкаф внутри Мне нужно было отсоединить все шкафы, которые стояли снаружи Хорошо, что у них была отсоединяемая конструкция Но, к сожалению, все равно мне пришлось долбить один шкаф Так Все, найс, возьми Все компоненты я забирать не стал Я сделал видимость, что тут как будто никого не было И забрал только половинку А после того, как я все перенес Я застроил все как было и даже поставил сюда ящички Я думаю, они даже не заметят, что тут вообще нету пару ящиков План был очень хорош Оставалось только их дождаться, когда же они зайдут в онлайн Ну а свое время я не терял Я наконец-то изучил турельку Меня никак не отпускал этот подгнивающий домик Я понимал, что там, скорее всего, еще что-нибудь можно подлутать Тем более, у них были закрытые лутовые Я думаю, что эта база имеет еще что-то больше Да, здесь, здесь Вот, вот И недолго думая, я хватаю с дома несколько ракет и отправляюсь туда Чтобы убедиться, что в этом доме ничего не осталось Бери, бери, все что надо, бери По-любому Увидев там огромное количество оружия, я понял, что там все-таки есть скрытые лутовые Естественно, я поделился этими пушками со своей деревней Чтобы у каждого было оружие на случай, если на нас нападут Ну и про того иностранного бомжика я тоже не забывал Ему тоже досталось пол ящика ганов Было приятно наблюдать за тем, как какой-то новичок Тоже обогащается с этой клановой базы И он явно был очень доволен Да уж, в этом домике мы зарейдили почти все Но оставалась последняя гаражка Короче говоря, на последние свои ресурсы я докрафтил немного взрывки, чтобы вскрыть последнюю гаражку И начал действовать О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Нет. Нееет, нет, 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 неееет. Я просто отказывался в это верить. Такой удачи у меня не было уже очень-очень давно. Со времен Острова Чудес. Но, видимо, бог Раста все-таки существует, который благословляет тех, кто не сдается. Я не зря целый день потел. Не зря формил, чтобы добить эту гаражку. Я под ноль у них башню снесу, с которой китайцы по мне стреляли постоянно. Просто под ноль ее снесу. Я снесу у них эту вышку под ноль. Чтоб вы понимали всю суть, за этот дом я сражался буквально 15 часов. 15 часов подряд я не спал. А впереди меня ждало еще очень много работы. Ближайший час мой выглядел примерно так. Я формил деревце и крафтил деревянный забор. Ведь моей по-прежнему основной задачей было укрепление защиты. А потом я решил даже поставить мультишкафы, которые почему-то у меня не работали. В смысле, а что не так? Как ты можешь не работать, если все так же, как и всегда делал? Поэтому в моменте я обратился на помощь к лучшему строителю лесовой вселенной. И многие из вас, наверное, уже додумались, что это Гуджоинт. Что там почему-то не ставится. Ну попробуй соединить. Только сейчас не соединишь, потому что... Работает. Удивительно. И знаете, что самое забавное? Что как только Гуджоинт зашел в Дискорд, у меня почему-то получилось все поставить. Хотя до этого я и делал ровно то же самое. Так вот. В реальном времени была уже очень глубокая ночь. Нормальные люди уже спали, а Демасик укреплял защиту. Ведь он понимал, что скорее всего его ракеты захотят отобрать. Так вот. Пока я занимался территорией, Гуджоинт проводил мне электричество. И честно говоря, без него бы на это время у меня ушло в два раза больше. Потому что когда ты долго не спишь, твой мозг начинает немного подтупливать. Короче, передавайте ему большое спасибо от меня и большущий привет. Насмотрятся чизи всяких, потом начнут вот трели перелазить, блочками выбивать. Ну это я одобряю. Я все понимаю, но этот дом я не понимаю. Как вниз попасть? Большой-большой секрет. Вот так вот я думал сделать. И локер вот здесь вот такой вот. О, блин, интересно. А тут будет вот так. Теперь бы я накосячил, да? Можно было в разные стороны такую вкусняшку сделать. Вот только с этой стороны можно. А вот с этой стороны сейчас надо будет чем-то еще думать. Или вообще одну только такую оставить, потому что она на остров как бы будет смотреть. Ну вообще, наверное, да. Тут можно просто отстрелку сделать. Дефолтную какую-то. Чтобы просто можно было комфортно дефаться, я не знаю. Ну да, отстрелочной занимался тоже он. Ох, как же у меня горело на этих китайских ребят, которые мало того, что стреляли постоянно с вышки, так еще и рейдили соло-игроков, таких как я. И поэтому я придумал план по названию Ока Саурона. Так, где одежда? Вот так, тут еще металла хорошо. Пока китайцы плавили в больших печках металл, я в это время решил возвести неподалеку от них небольшую вышечку. Я думаю, небольшая мне киба нужна. Только я знаю, что сделаю. Шкаф я замурую вообще. Закинь камня в шкаф. 1003. Тут можно просто вверх поднимать и все, теперь вышку. Какой грязь вы собрались там делать? Грязную. Они там в онлайне? Печки работают. Оу. Ой, как хорошо отсюда видно их башня. Ну, блин, не сказал бы я, что у них дом прям огромный. А это не такой же дом, который я дипнул. По-моему, вообще один в один. Ох, какие же прекрасные виды открывались мои вышечки. Оставалось сюда перенести немного ракет. И мы могли начинать действовать. Вышечку эту под ноль снести. Но мне кажется, я слишком много ракет взял для вышки. Если нас пробахают со всеми ракетами, это будет фиаско. Офигеть, у нас там гусь прикольный стоит. Ха-ха-ха. Так, я дома. Мои бойцы, а конкретно X-Fire и Плюшка, были полностью на готове. И мы могли приступать к операции под названием снос вышки. А мы попадем отсюда вообще с ракет, как думаешь? Не знаю. Не знаю. Не. Держи. Давай. Вот надо вверх, еще выше. О! Мы, наверное, не попадаем, да? Да, походу. Надо прям смотреть в камень, короче. Между камнем и металлом. Туда прям смотреть. Все, стой, стой, стой. Давай турель бахнем. Минус. Внутри, внутри, внутри ходит. У него боевые ракеты, Леся. Он слева в хазике, за вышкой. Между скалами. Там турель слева, там турель слева. Так, один фундамент минус. Он боевыми ракетами фигачит, ты прикинь? Он боевыми ракетами фигачит, ты прикинь? По мне стреляют. Потом он убил одного. С томиком. Он на вышку дырявит. Нам было неважно, сколько ракет мы потратим на эту вышку. Главное, ее нужно было снести под ноль. Хэдшот, два гетта дал. Может быть, да? Я два гетта дал и хэдшот. Ракета нужна еще. Хэдшот, голову, голову убил. Упал, он упал, он упал. Ты поломала вышку у них. Один скопал у нее. Морис, 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 сколько сумочек. Хилки, хилки, бери хилки, бери хилки. Тут МВК. Я все взял. Вот, что упал, что упал вниз. Все, 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 минус, минус, минус. Лейся, спавнись тут. Не бери ракеты. Блин, это того стоило на эффект. Честно говоря, сносить вышки под ноль таким рувкемпером, который постоянно сидит на крыше, это максимальное удовольствие. Убил. Спускайся вниз к стенкам. По-моему, его убили, я не знаю. Мне надо куда-то откинуть этот лут. Чувак, 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 чувак. Тут очень много лута. А тем же временем по нам постоянно летели боевые ракеты. Они тоже хотели снести нашу вышку по нашей тактике. Да он задолбал стрелять. Откуда он стреляет с ракет? С крыши. С хаты своей. Убил одного. После того, как мы снесли им вышку, они начали работать с крыши по нашей. Ну а кто первым, правильно посчитая, сколько они запустили нас ракет, получит небольшой от меня подарочек. Мне кажется, у них больше нет ракет. Блин, откуда у них столько ракет, я не понимаю. Ой-ой-ой, вниз-вниз-вниз-вниз. Они сейчас снесут нам вышку. Что он делает, я не понимаю. Не знаю. Они что, по нашей тактике работают, что ли? Я не понял. Да хватит залпы запускать, слышишь? Это что за бред? Бери, тут есть ресы, если что, сейвись как можешь. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 Он не попадает. У него бесконечные ракеты в нем. Голову дал, голову дал. Я ему тоже голову дал. У меня болт есть. Я все починила. Кайф. Да что он так больно стреляет, я не понимаю. У него как будто пинг на фиг. 200 пинга, что ли, там? Китайские читеры. Он в окнах стоит. Дал хит ему. Эх, два. Один в окне. Один умер. Один ползает. Турель, турель на сторону. Знаю, 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 знаю. Оп. Оп. Сзади убил Берду. Ой, подо мной, подо мной подпушил, подпушил. На скале, на скале убил меня. Томпсон. Слева от боя. Убили. Слева. Убил. Я всех убил. Молодец. У меня хилки есть, беги ко мне, я тебя сразу похилю. Блин, все, нам походу надо отступать, у нас больше нет ракеты. Ну надо снимать. О, Леся, тут болты есть. Короче говоря, ракеты у нас закончились, и мы собираемся подсейвить все, что с них выбили. Хватаем все ресурсы и относим домой. В это же время они приходят сносить нашу вышку. А я там оставил как раз скоростные ракеты и один калашик. Я взял. Взял ракеты. Они прям подо мной, подо мной, слышишь? Я тоже келяюсь. Спальню став. Они под ноль меня будут сносить или нет? Я взорвал его. Он тут в кустах сидит. Ты его убил? Не знаю, три хата голову дал. У меня ракеты. Я забрал ракету, ушел. Я смотрю. Шесть ракет забрал. Вот это возьми, будешь тут сидеть с ракетами. Я пошел вниз пушить его. Он меня убил. Этот маскетмен, он тупо стирает вообще. Он тупо стирает этот маскетмен. И именно сейчас, за этим интересным персонажем, я начал наблюдать странные вещи. Которых в дальнейшем будет еще больше. Но вы сами скоро все увидите. Убил. Меня убили, меня убили, меня убили. Он прям под базой, под базой, под базой. Сейчас меня лутать, наверное, пойдет. Лутает. Подходит лутать. Есть оружие? Слева сидит, слева. Взорвал. Че, все в минусе там? В какой-то момент у этих китайцев, а конкретно у маскетмена, сдали нервы. А именно после того, как мы выбили вторую партию ракет. И этот чувачок, подумав, что он самый умный, решил подрубить читики. Ребят. Не может притык к коду их. Меня убили. Да, блин, чувак. Спуститесь, пожалуйста, вниз. Он меня убил. Он под баллон. Он под баллон, под парашютом сидит. Под парашютом. И мы быстро поняли, что стреляться с ним смысла никакого нет. Мы встали и начали ждать, когда же они придут нас рейдить. Но у него были читы. Он видел, что мы стоим дома. И как только я киляюсь, он начинает рейдить башню. Вахают. Рейдят? Да. Где именно? Под скалой один. Под скалой один. Фаер. Помогай. Фаер. Я подалутать его. Я головой слою стал. Там есть ракеты? Да. Уходи налево. Он меня убил. Убил, убил. Много ракет? Лутара. Хилку взял. Уходи. Уходи на вышку обратно. С оружием. Я так с радостью. Я застроился. Ой, жесть. В этом моменте ему даже не помогли читы. И вот как только мы собираемся переносить все ресурсы, как вдруг появляется он. Меня стер. Он меня стер нафиг. 142 метра, слышишь? Вы можете подумать, что ему просто повезло и залетело. Такое бывает, не правда ли? Ну вот, мы берем снова ракеты и убегаем. Как вдруг, снова появляется он и стирает нас троих. Он пушит на воде там. Он на воде. Маскетман за нами бежит. Он меня убил. Это читер. Это читер. Кидайте репорт. Кидайте репорт. Это читер. Это читер. Да. Моментально, стар. Это они подрубили читы? Если даже это вас не убедило, гляньте на этот комбат-лок. Он ни разу не промахнулся на такой дистанции. И в этом моменте я понял, что на их вышке я не остановлюсь и вынесу их полностью основной дом. Но для этого мне нужно было мало того, что подготовиться, так еще и нафармить очень много ракет. Пока они уничтожали нашу вышку, мы продолжали готовиться к рейду. Чтоб вы понимали, я не спал уже больше 27 часов. Да, хоть я и очень сильно устал, я не мог закончить свое выживание. Я должен был справиться с этими китайскими читаками. Надо будет сейчас резки, резки, наверное, подкинуть в этот шкаф. Там у нас он подгнивает, что-то. И в моменте мне приходит оповещение на сервере, то что его забанили. И меня честно удивляет то, что из-за него забанили всю его команду. Я был просто удивлен тому, что они подрубили читы, чтобы вынести всего лишь троих игроков. И мне было обидно то, что из-за него пострадала вся команда. Но теперь мы могли спокойно рейдить их турели. Все, боевые ракеты здесь. Я в принципе могу прям сейчас перелазить. Придет с собой ткани походу много взять с этими турелями бодаться. Как вы могли заметить, они построили новую вышку и провели турели, где мы их разбили. Но какой от этого был смысл, если чувак просто подрубает щиты? Вся их территория бы сгнила. Потом мы даже познакомились с новичками, которые только заспавнились неподалеку от нас. И я знал то, что эти ресурсы с китайской базы мне не пригодятся, поэтому решил просто ее вскрыть и подарить ее бомжикам. Ну а весь рейд этой китайской территории выглядел примерно так. Почти попал. Все, минус. Сможешь ракетницу перекинуть как-то? 80 хп Там по-любому еще есть турели, мешающие 100%. Откуда она стреляет? О, тут ткани много. Ну все, я тут надолго. Ой, тут очень много ткани. Калашики есть. А, вот и тот чел, дружочек-ситочка. Отдыхает. Ой, хорошо. Боевых ракет у меня было не так уж много, а домик у них был очень крепким. И тут я вспоминаю, что они были в онлайне, когда их забанили. А это означало то, что, скорее всего, проход на крышу у них должен быть открыт. Поэтому рейдить я начал через крышу. Ой, сколько тут хилочек. О, я ракеты нашел боевые. И скоростные. А где у них тут-то спуски, я не понимаю. Наверное, все-таки тут турели придется мне взорвать сейчас. Опа-ча. Опа-опа-опа-ча. Ой, там открыто. Ой, третий верстак. Тут все открыто. Ой, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. И слышь? Ящик металла. Можно ящик ракет, пожалуйста? О, ракеты, ракеты, ракеты. Хорошо. Так тут вообще от нафиг. Как хорошо. О, серка пошла, серочка пошла. Я вырубаю у них электричество. Если честно, эти ракеты мне уже были не нужны, поэтому я их тратил направо и налево. Ну и до шкафчика все гаражки были тоже открыты. Ну-ка, что в шкафу было? Тут не было полное. В принципе, в принципе, я думаю, можно отсюда текать. Ну а дабы лишний раз не париться с выходом, да и тем более, я должен был отдать ресурсы каким-то бомжикам, я взрываю забор, чтобы все могли попасть на эту территорию. Ииии-ха! Только смотри, двигайся ровно за мной, потому что тут турели опасные. Вот так вот, смотри, оп! Оп, стоп! Вот тут снизу сразу стопсетик на себя цепляй с него. Сразу вот так, оп! И вот еще, смотри, сверху калашик, бам! И вот еще патроны сюда, просто хватай. Так давайте я вас пати добавлю просто. Выйдите и спайте. Привет! Привет! Давай, подушка, пердушка, матрас. Лутайте, лутайте, смотрите, за мной идите. Прямиком за мной, только направо-налево не ходите, там турели. Только направо-налево не ходите. Вот сюда, смотрите, за мной, хоп! Наверх не прыгайте, там турели. Смотри, вот тут есть хилочки и всякая фигня, но я думаю, это вам не надо. Пойдем за мной. Пойдем, пойдем. Самая вкуснятинка снизу. Но это не в этих ящиках. Вот тут вкуснятина. А вот оружие есть какое-то? Тут? Тут везде оружие. Бери оружие, бери все, бери все, что ты хочешь. Все, что тебе надо и не надо, тоже бери. К этому моменту я наиграл 30 часов подряд. И хоть я и сильно хотел спать, я все равно не мог не убедиться, что они засейвили эти ресурсы. Поэтому решил помочь им построить домик. Смотрите, короче, и учитесь. Хоп, хоп, хоп. У вас четверо, да? Поэтому мы вот так вот делаем вам кубик, да? Трое. Трое, да? Ну, трое это нормально, нормально. Только вы дом потом обязательно улучшите, буферки добавьте, да? Я вам так набросок сделаю. Теперь смотрите, вот так. Хоп, хоп. Строим вам самый антирейдовый дом на планете. Сюда МВК-дверочку. Вот так вот. Пароль там на сами поставьте. Ну и как же напоследок и без традиций. С ними мы сделали пару классных фоточек. Одну я отдал им, одну оставил себе. Давайте дружно, давайте. Раз, два, три. О, нифига вы синхронные. Красавчики. Так, эта глава про китайских читаков подошла к концу. И я выполнил все обещания, которые дал этому бомжику. Мы смогли победить этих китайцев совместными усилиями. И все, что мне оставалось сделать, это наконец-то отправиться спать. А продолжение этого ролика вы можете увидеть в моем телеграме. Там меня рейдили толпой. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Я искренне надеюсь, что он вам понравился. Ну а также хотел бы вам сказать, что у меня появился новый канал, на который я выкладываю новый контент. Там будут нарезки со стримов и не только. А также завтра, а именно 28.07, у меня будет марафон стрима. Приходите ко мне на стрим, и мы сделаем с вами легендарный контент. Всем пока. Продолжение следует...